Субтитры создавал DimaTorzok Смотри, сперва был в моей жизни Няриту в Таурайде, на фестивале. Я был там с теснотой. Разговорились, из чего он узнал, что я ученик Сакурова, из чего я узнал, что он дикий фанат его фильмов, особенно документальных. А что у него есть свой домашний кинотеатр, он пересматривает очень часто «Русский ковчег». И какой-то из документальных фильмов, конечно, это был «Элегия дороги». В общем, он дикий его фанат. Мы сидели с Бенисио, он тоже узнал, что я ученик Сакурова. Во-первых, его любимый фильм — это «Мать и сын». И он рассказывал историю, как он снял целый кинотеатр, чтобы показать своим друзьям, которые вообще тогда не знали, кто такой Сакуров, что вот вы сейчас увидите очень крутой фильм, вы будете в восторге. Они сели, а он рассказывал, что после 40 минут фильма все друзья разошлись, и он понял, что у него нет друзей больше. Он досидел до конца, но он тоже в диком восторге. И вообще, Няриту очень удивился, что Сакуров не востребован у себя на родине. Для него это нонсенс, как такой автор-художник никому не нужен в России. А это справа от нас — это заброшенный кинотеатр «Победа». Функционировал в советское время. Сейчас он был заброшен, потом вот сгорел или подожгли, я не знаю. И вот сейчас он вот в таком состоянии. У нас в городе вообще три заброшенных кинотеатра. Это очень символично — «Победа», «Дружба» и «Родина». Прекрасное название, да. Да, и все они с советских времен, они не функционируют. Нет более подходящих декораций, чтобы не узнать, как в глубоко провинциальном городе Нальчик можно было так сильно увлечься кином? Ну, я к кино пришел не совсем осознанно. Но если очень коротко, это от непрекаянности какой-то. Я не понимал совсем, что я хочу, кем я хочу быть. Но я очень много смотрел кино, очень любил его, но не отдавал себе отчет, что я хочу этим заниматься. Отец купил мне зеркалку, я хотел фотографировать. Он думал, что я буду зарабатывать. Я фотографирую свадьбы в Нальчике — это довольно прибыльное дело. Но я как-то там была функция записи, я собрал кентов, и мы с кентами начали снимать веб-сериал в Нальчике про парней молодых, ну там, в стиле Тарантино. Ну, лет девятнадцать, наверное, семнадцать. Ты учился в этом моменте? Нет, я не учился в Соку. Я учился в Ставрополе. Это был бухгалтерский учет-анализ аудит. Но я ушел на заочные, приехал в Нальчике и снимал. Год ушло. Год на веб-сериал? Да. Там было десять серий. Его можно посмотреть? Нет. Я ударил. Когда я смотрел «Дилду», твой второй фильм, я увидел минимум двух актеров, которые играли в «Тесноте». Это тот, кто был братом главной героини. И мама. И мама, которая стала соседкой и портникой. Да. Это же профессиональная актриса? Да. А вот этот пацан? Нет, он повар по образованию. Просто повар, который сыграл у тебя очень важную роль? Да. Я тебе больше скажу, Николай Иванович тоже не профессиональный актер. Он просто музыкант, фотограф. И Саша, который тоже, он работал продавцом в буквоеде. Знаешь, кого нам напомнил этот человек, когда мы нашей редакторской группой смотрели? Я догадываюсь. Кого? Путина. Это же вылитый молодой Путин. Причем я это понял на третий съемочный день, когда он просто как-то так в профиль повернулся. И я такой, блин, кажется, он похож на Владимира Владимировича. И потом на площадке к ним обращались как Владимир Владимирович. Это неосознанно, нет какого-то политического подтекста. Да? А как ты думаешь, он будет, когда выйдет? Я уверен, что многие найдут какой-то подтекст в этом, но мы его не закладывали. Просто мне он внешне нравится. Мне он нравится внешне, внутренне. Да и Путин в молодости выглядел очень интересно внешне. Что, что связано с кино, должно приносить дискомфорт. Если мы сейчас говорим об авторском кино. Если тебе комфортно во время просмотра, что-то не так. На мой взгляд, это я как вижу кинематограф. Нам Сакура всегда говорил, вы должны оценивать кино, которое вам показывают, а не которое вы хотите увидеть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА